В Драгунском 75 станция обезжелезивания строится с нуля. Из расчёта и на соседний массив, Пушкарная 78. Всего около 1200 участков. Раньше вода попадала в сеть прямиком из скважин. Уровень железа превышал норму в три раза. Колебался с 0,8 до 1 мг на литр, предопустимых 0,3. Решение проблемы не за горами. Уже построена сама станция мощностью в 3000 кубов в сутки, плюс ещё на 1000 резервуар. В разгаре вторая очередь стройки. Ведутся инженерные сети, коммуникации, ведётся коммутация инженерных сетей, врезков действующие сети, а также завершающие работы по пуску наладки данной станции. Практически полностью смонтировано оборудование. Установлена система аэрации, фильтрующие колонны с сорбентом, поглощающим железо. Три насоса обеспечат бесперебойную подачу воды в сеть. Запуск станции уже в мае. Объект будет возведён в кратчайшее время. Но есть массивы ИЖС, где сроки строительства не такие сжатые. На это есть причины. Крутой ЛОК-24, поскольку здесь нужно наверстывать отставание. Но один из таких проблемных микрорайонов в связи с тем, что там очень жёсткая и плохая вода добывается из скважины. И нам дважды приходилось подбирать технологию строительства станций. Сейчас мы там заканчиваем бурение дополнительной скважины. Оперативно решим, чтобы в летом завершить строительство самой станции обезжелезивания. Кроме этого, Белгородская ипотечная корпорация завершает строительство станции обезжелезивания в микрорайонах Стрелецкая-73, Разумная-71, Майский-8. Плюс полным ходом идёт реконструкция аналогичных объектов на массивах Стрелецкая-72 и Ближняя Игуменко-62-25. Пуски наших станций обозначенных будут варьироваться с 15 мая по 15 июня. Единственное, будет позже пуск станции Крутой Лог-24, который мы рассчитываем завершить в июле месяце. По завершении строительства БИК передаст сети водоканалу. И уже эта организация будет отвечать за подачу воды и её качество. С жителями будут заключены договоры. Счётчики опломбируют. По ним и будет начисляться плата за воду. Отдельно хочу призвать жителей, что в случае выявления каких-то негативных моментов по качеству воды, обращаться и в Белгородскую ипотечную корпорацию, и самое главное, в водоканал, писать заявление, чтобы мы совместно с их службами могли отрабатывать эти варианты. БИК также призывает владельцев участков, у которых пока нет счётчиков, не забывать о суточной норме в 2 кубометра на домовладение, чтобы не создавать проблем с водоснабжением в поливочный сезон. А по возможности позаботьтесь о резервных ёмкостях для полива садов и огородов. Сергей Шрамков, Евгений Титов. Программа «Такой день» на Мире Белогория.